Так, меня зовут Александр, можно просто Саша, я люблю общаться с детьми и со взрослыми забываешь, нужно общаться уважительно и на «вы», поэтому прошу прощения. Давайте на «ты». Хорошо? Я занимаюсь мультиками последние несколько лет. В начале снимать мультики было очень страшно, даже к этому поступаться. Казалось, что это очень дорого, очень сложно, очень трудозатратно и вообще это должны делать огромные студии, снимать мультфильм. И как мы изучали, это казалось так и есть. Условно, мультик «Очередная серия смешариков» делается в течение недели командой из 100 плюс человек, каждая из которых зарабатывает невозможные по моим меркам деньги, и вот эти сотни, тысячи человек и часов уходят на короткий мультик. Начали искать способы, как делать это просто и быстро. Оказалось, нужно. Сейчас я об этом в первую очередь расскажу. Для самых простых анимаций, для самых простой записи достаточно буквально, если мы покупаем на авитотехнику, 5000 рублей. Если не меньше. Смотрите, я сейчас расскажу для начала про самый простой, но самый трудозатратный способ анимации под названием «перекладка». Когда мы просто делаем один кадр, перемещаем, делаем следующий кадр и так далее до тех пор, пока нам либо окончательно не надоест, либо все-таки мы доделаем мультик. Что нам нужно? Нам нужен стол. Я думаю, у всех есть. Чем он больше и чем он ровнее, тем лучше. Вот, скажем, половинки этого стола для листа ватмана уже не хватает. Большой, устойчивый, потому что дети… Ну, пол тоже пригодится, но я полагаю, что он есть все-таки везде. Дети, да и вы сами будете постоянно делать вот так. Если он будет шататься, будет для техники очень-очень грустно. Дальше. Нам нужен в любом случае штатив. Штатив на авито можно купить буквально от 1000 рублей. Ну, может быть, полторы. Я не знаю, какие там сейчас уже цены один в один. Главное, чтобы этот штатив имел возможность перевернуть центральную штангу вверх ногами. И дальше нам нужно чем снимать. Хорошо, если это будет камера, которую, опять-таки, можно бушную купить, самую простую, буквально за 2000 рублей. Все же нам нужно от этой камеры, чтобы она умела снимать на ручном режиме, полностью ручном. Я для этого использую телефон, подключаю его к аппарату. Если сам телефон вот здесь стоит, то покупается буквально за 500 рублей Bluetooth-кнопка. Нажимается на эту кнопочку, он щелкает. Если мы будем нажимать сами на кнопку, то каждый кадр у нас будет то немножко туда, то немножко сюда, то вверх, то вниз. В результате изображение будет очень сильно дорожать и плыть. И, наконец, свет. Вот это очень крутая идея. Но кольцевой свет стоит, начиная от 3-4 тысяч, самый простой. Смотрите, если нет кольцевого света, то поставьте раз лампу, два лампу с противоположных сторон, вот так. Здесь одна, здесь вторая, которая будет светить вниз. Нету отдельных ламп, включаем искусственное освещение. И этого достаточно. Главная проблема – естественное освещение для съемки анимации не подходит. Пока мы будем снимать, солнце поднимется, опустится, будет светло, темно, в результате картинка будет очень и очень странная. А как начинается мультик? Мультик начинается с идеи. Первая идея, которая нам приходит в голову, что этот мультик нам нужно снять. И это уже, на самом деле, во многом достаточно. Дальше мы работаем с кем? Со своим ребенком, либо сами с собой, либо с большой компанией детей. Для того, чтобы и нам, и этим детям было интересно, идея самого мультфильма должна исходить от того, кто будет этим заниматься. Нам нужно выбрать из этих идей то, что будет хоть чем-то уникальным, то, что будет рассказывать про них самих. Про что интереснее всего снимать и рассказывать? Про себя любимого, конечно. И те конфликты, которые они переживают, и те радости, и те новые впечатления, вот что собирается и используется непосредственно для своего сценария. Когда мы придумали, о чем мы снимаем, о тем же самых кошечках 8 марта, либо, может быть, это будет ролик про Великую Отечественную войну, где воевал чей-нибудь дедушка, а может быть, какая-нибудь экологическая тема. Дальше мы решаем, насколько мы хотим сделать это объемно и сложно. Что мы хотим? 30 секунд? Минуту? Либо полноценные 10-минутные? Что-то огромное. Когда мы пишем сюжет и сценарий, мы его сокращаем в два раза. Всегда получится больше иначе. После того, как появилась идея, после того, как мы ее хоть немножко отписали, поставили технику, вот минимально, чтобы она стояла и снимала, хоть как-то. Нам нужно выбрать способ, каким образом мы его снимаем в этом мультфильме. Самый простой, самый старый и элементарный способ – это перекладка. А что у нас может быть в качестве фона? Конфазовая – это та самая превратность стола, на которую мы снимаем. Почему бы и нет? Но если мы хотим сделать что-нибудь поинтереснее, то фон рисуется. Самый простой способ – это ватман. Лист А4 маловато, откровенно, КПР. Но для него нужно установить камеру буквально на такой высоте, что проще. Размер фона. Все-таки классика у нас сейчас уже 16 на 9. В данном случае фон уже обрезан, это ватман побольше размером. И вот здесь у нас оставались полосы. Их можно не убирать, но их обязательно нужно отчертить. Мы отмеряем с каждой стороны небольшое расстояние, с одной и с другой, отчерчиваем их. И эта зона наша буферная. А мы ее все равно после этого на монтаже отрежем. Но в любом случае, даже с телом вот таким образом, самые края кадра мы не используем. Всегда что-нибудь немножко повернется. Чей-нибудь палец окажется здесь. Кто-нибудь забудет убрать фигурку или сделает вот так. И мы все равно самые края всегда отрежем. Но сам фон. Фон должен быть максимально нейтральный. Так, чтобы на нем наши фигурки выглядели контрастно. Максимально нейтральный. И так, чтобы на его фоне можно было контрастно расположить наших героев. А теперь давайте главному. Наш герой. Сложность сейчас нашего героя зависит от, насколько мы хотим сильно на этом заморачиваться. Смотрите. На стекозе у нас два движущихся элемента. Это умеренная сложность фигурки. Но шушу у нас раз, два, три, четыре, пять. И плюс рот шесть движущихся элементов. Это высокая сложность. А вот у нас отдельная лягушка, которая у нас выглядывает отсюда. А она движется только вот так. И это минимальная сложность. Начинать, конечно, лучше с самых простых вещей. Каким образом можно крепить? Самый простой способ – нитка. Мы рисуем полностью всю стрекозу. Понимаем, что нам нужны крылья, оказывается, намного длиннее. Рисуем только часть стрекозы, нижнюю. Так, вместе с лапками. Рисуем отдельно крылья, вырезаем их. Делаем в них дырочку. Продеваем нитку. Завязываем узелок сверху. Узелок снизу. И вот она у нас движется. Раз кадр, два кадра, три кадра. И она полетела. Второй вариант, более сложный, но это мы делали просто на долгое время. Здесь кнопки. Те самые, которые мы используем для одежды. Я не буду сейчас их открывать, но поверьте, они открываются. И в результате на них вот так можно делать движение. Посмотрите на эту вещь. И если вы будете снимать мультфильмы, она незаменима. Жевательная зинка. Она только несъедобная. Она используется в качестве пластилина. И в качестве того, чем закрепляются наши герои. Здесь вот она уже очень-очень старая. Она легко отдирается от любой поверхности. Она вот через несколько лет оставляет следы. Но по-хорошему вначале она следов не оставляет. И она позволяет нам прикреплять все наши фоны, всех наших героев напрямую к фону. Да, просто всем вот этим сейчас фигуркам, то, что мы смотрим, им уже много-много лет. Я их выводил откуда-то из старых запасов и сегодня привез с собой. Вот, соответственно, нам нужно закрепить эту кувшинку, чтобы она оставалась на одном месте. Но нам нужно ее поворачивать, для того, чтобы создавалось ощущение колышущейся воды. Перепили. Сделали. И теперь, как же, следующий кадр. Мы можем ее немножко поворачивать. И то же самое с героями. Вот у нас герои пошли, пошли, пошли. И вот где-нибудь здесь шушу у нас осталось. А в это время нам нужно в течение, скажем, 40, 50, 60 кадров вывести зайчика. Шушу должна оставаться на одном месте. Мы на это время ее прилепили. Чуть-чуть покачиваем. Немножко двигаем руками. А зайчик у нас летет и разговаривает. Рот – это отдельное произведение искусства. Потому что одно тело нарисовать и рот, который будет стабильный. Другое дело делать его так, чтобы он потом не потерялся. Вот у нас количество ротов для разных персонажей. Если вы хотите заморачиваться с ротом, мне заранее вас очень жаль. Это ужасно. Это трудно. И это, главное, очень неблагодарно. Ну вот. В данном случае шушу мы сделали без изначального рта. А у зайчика ротик небольшой есть. И где у нас там шушу? Это? Ой, что-то не то. Вот у нас ротик шушу. Один из них. Когда она копает, рот появляется. Когда она молчит, рот исчезает. Появляется, исчезает. Появляется, исчезает. А если мы захотим сделать классическую анимацию в самом упрощенном виде, где для рта есть три положения, такое, такое и такое. По-хорошему, это просто невозможно. Это действительно делают только студии. Используется положение рот закрыт, рот открыт. Есть проблема. До этого мы еще немножко не дошли до самой анимации. Но сколько мы делаем кадров в секунду? Для мультиков профессиональные делается стандарт 16 кадров в секунду. При 16 кадров в секунду мы не успеваем заметить, что чего-то не хватает. Минимальное количество, которое просто минимально возможно. 6 кадров в секунду. А теперь сколько секунд я говорю вот эту фразу? 6. А теперь 6 на 6 – 36. Мы для того, чтобы анимировать 6 секунд разговора Шушу, нам нужно сделать 36 кадров. Минимое количество. Каждый раз нам нужно прикинуть, сколько произносится определенное слово. Например, тысяча отверстий секунды. Тысяча отверстий секунды – 4 кадра. 4 кадра мы делаем вот так. Щелк. Немножко подвинули – щелк. Немножко подвинули – щелк. Немножко подвинули – щелк. Ух ты, надо убирать рот. Слово закончилось. Щелк. Щелк. Положили. Это мы сделали первое слово. Не используйте рты. Это не так. Если мы хотим делать разговор без использования ртов, то тот, кто говорит, выходит либо в центр экрана, либо на золотое сечение и по время разговора активно двигается. Все остальные персонажи застыли и смотрят. И тогда разговор уже превращается в то, что шушу ходит туда-сюда, параллельно размахивает ручками и двигает головой. И это делается намного быстрее. Как думаете, сколько времени потребуется лягушке, чтобы перебраться вот отсюда, вот на эту кувшинку? Вот представьте себе, вид сверху. Огромная лягушка, мультяшная. И нужно прыгнуть, скажем, сюда, потом сюда и вот тут сесть. Сколько на эту секунду нужно? 10. 10 секунд. За 10 секунд дети уснут. По-хорошему, это секунды 4-5. Вот от 3 до 5, где-то вот в этом промежутке. 4 секунды 24 кадра. Мы заранее смотрим. Мы хотим, чтобы лягушка отсюда перебралась сюда, досюда. На это потратилось 4 секунды. 24 кадра. Сколько из этих 24 кадров она будет подпрыгивать? Например, 4. После этого в течение 6 кадров, сейчас пример только, она летит сюда. Она приземляется. Под ней должна прогнуться и спуститься немножко вниз кувшинка. Как будто она приземлилась, она же тяжелая. После этого немножко подняться наверх. Ручки должны опуститься, ножки опуститься. Потом она прыгает. Все это поднимается. Возможно, движется голова вот здесь. Она летит, летит, летит и падает сюда. Раскадровки по конкретным движениям нет, не делаем. Это работа, опять-таки, отдельной студии очень много времени. Раскадровки всего мультфильма по-хорошему делать обязательно. Если мы не сделаем раскадровку, особенно в начале, когда мы еще не понимаем, что делаем, большого мультика, у нас не будет общей картины. Мы не будем знать, откуда нам должны появляться персонажи, куда они должны уходить. И главное, не будет вот этих соединений между ними. Продолжение следует...